Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня мы с вами поговорим о Московском княжестве в конце 14-го, первой половине 15-го века, о правлении двух Васильев, Василия I Дмитриевича и Василия II Васильевича. Под заголовком к нашей лекции будет «Феодальная война». «Феодальная война», которая развернулась в Московском княжестве в 1433-1447 годах. Если мы посмотрим на генеалогическую схему московских князей конца 14-го, начала 15-го века, мы увидим, что в 1389 году умирает великий князь Дмитрий Иванович Донской, победитель Мамая на Куликовском поле, оставляя после себя сына наследника Василия Дмитриевича, Василия I, первого Василия в нашей истории. Причем, что характерно, передает он власть в Московском, а также в Великом Владимирском княжестве своему сыну без согласия Орды. Василий I Дмитриевич изначально к Ерлыку не едет. По завещанию, которое оставил Дмитрий Иванович Донской, в случае смерти Василия Дмитриевича, следующим на престоле должен был быть младший из сыновей Дмитрия Донского, Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский, а впоследствии князь Галицкий. И он действительно будет некоторое небольшое время великим московским князем в результате тяжелейшей междоусобицы, которая развернется в Великом Московском княжении. Ну а пока что у нас на престоле и Василий I. Правит Василий I достаточно долго, с 1389 по 1425 год, 36 лет правления, но в учебниках оно практически вообще никак себя не проявляется. Такое ощущение, что в этот момент история как бы замерла. Судьба Василия I, судьба очень сложная, изобиловавшая всякими разными неприятными поворотами, и правитель он тоже очень и очень неоднозначный. После того, как в 1382 году хан Тахтамыш разгромил Москву и восстановил ордынское владычество над Русью, Василий Дмитриевич в качестве заложника был отправлен в Орду и какое-то время жил при дворе хана Тахтамыша. Затем ему удалось бежать из Орды сначала на территорию Молдавии, затем на территорию Великого княжества Литовского, затем он возвращается в Москву, причем возвращается уже, будучи помолвленным с дочерью Великого князя Литовского Витовта. Митрополит Русской Православной Церкви Киприан желал объединить два русских княжества, Великое княжество Русское и Литовское, Великое княжество Русское и Московское, в одно единую государство для противостояния в первую очередь Орде и католическому влиянию Запада. И именно митрополиту Киприану принадлежит идея женить Василия Дмитриевича на единственной дочери князя Витовта Софье Витовтовне. Эта свадьба произойдет в 1391 году и Василий все свое правление будет всерьез зависеть от своего могучего тестя Великого литовского князя Витовта. Витовта.